Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Алтайские заводы по производству продуктов и одежды начали выделять партии для отправки в зону боевых действий. В нескольких районах края всего за пару месяцев возведут врачебные амбулатории. Время пострелять. В Барнауле сошлись биатлонисты от 10 до 70 лет. Несколько природных пожаров бушевало на территории края в минувшие выходные. Один из них в Рубцовском районе охватил площадь в 100 квадратных метров вблизи с садоводством. Другой возник в труднодоступной горной местности и при его тушении возникли сложности. В Рубцовском районе огонь полыхал рядом с селом Саратовка, недалеко от садоводства. В заброшенном карьере загорелись трава и мусор. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем горели забор и сено. Возгорание удалось потушить до того, как огонь перекинулся на жилые дома. Пострадавших нет. Общая площадь возгорания около 100 квадратов. А вот в горной местности от огня пострадало черыжское лесничество. Местность там труднодоступная, поэтому работники лесопожарной службы добирались туда на лошадях. Тушили огонь несколько дней и вручную при помощи ранцевых огнетушителей. Основной очаг ликвидирован, но на утро с сегодняшнего дня локальные очаги возгорания еще сохранились. Причина пожара – неосторожное обращение огнем. Как предполагают лесники, правилами пожарной безопасности могли пренебречь охотники. Напомним также, что неделю назад серьезный природный пожар случился недалеко от Змеиногорска. Из-за возгорания растительности в условиях порывистого ветра огонь добрался до населенного пункта и уничтожил шесть домов. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Добавим, что в последние дни в Алтайском крае из-за высокой местами чрезвычайной пожароопасности вводили штормовое предупреждение. Сегодня, 17 октября, его действия заканчиваются. К другой теме. Виктор Томенко встретился с алтайскими бойцами в реабилитационном центре. Губернатор посетил военный госпиталь имени Вишневского в Москве в конце прошлой недели. Там он пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию. С теми, у кого инвалидность, глава региона обсудил меры соцподдержки и возможность дальнейшего трудоустройства. Виктор Томенко заверил, правительство края будет активно оказывать помощь в этих вопросах. Об этом он также сообщил в одной из своих соцсетей. Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу. В частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края. Правительство края также будет активно содействовать трудоустройству и не только. Будем помогать каждому нашему воину, который с честью выполнил свой долг перед Отечеством. Ранее губернатор поручил Министерству соцзащиты края подготовить документы о единовременных выплатах для мобилизованных в 100 тысяч рублей. И сегодня правительство региона со ссылкой на данные Министерства соцзащиты сообщило, что 47% мобилизованных жителей края единовременно региональная выплата уже перечислена. Перечисление средств продолжается. Даже далекие от оборонного профиля предприятия подключаются к поддержке участников спецоперации. Алтайские заводы по производству продуктов и одежды выделяют партии для отправки в зону боевых действий или вообще перепрофилируют рабочий процесс. Предприниматели, руководители компании считают долгом накормить, обогреть и защитить призывников. Даже если речь идет о защите от холода. Как работают такие предприятия, расскажем далее. Никто не остался в стороне. Даже если в подчинении всего несколько десятков сотрудников, предприятия выкраивают время, наращивают мощности для поддержки военнослужащих. За последние пару недель алтайский бизнес предоставил бойцам масштабную помощь. Фурами в зону боевых действий возят теплые вещи и обувь, воду и продукты питания, оборудование, инструменты, телефоны, планшеты, рации. Этих предприятий десятки, если не сотни. Одна из компаний – Барнаульская трикотажная фабрика. Здесь для помощи участникам спецоперации фонд социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева заказал пошив нательного, теплого белья и спальных мешков. Две недели назад на фабрике переориентировали производство. Началось с волонтеров. Для отправки военнослужащим они искали теплые вещи. Здесь отдали все, что было отшито. И как в пандемии оперативно перешли на маски, сейчас на спецпродукцию. Нижнее белье, шорты и футболки, кальсоны и особо ценные спальники. Большое количество заказов спальных мешков на ребят в Лиговском, на мобильнике. Там какие белья? Тысячные объемы на сегодняшний день. Для них сейчас используют самый толстый слой синтепона. Такие мешки выдерживают до минус 40 градусов. Сложность идет в толщине. Это однозначно. Нужно настраивать машинки. Ну и руки сильные иметь. Пока мы на этом останавливаемся и будем работать в полном режиме. А людей вам хватает? Людей нам не хватает. Катастрофически. Но мы обеспечиваем работу и на домниках, и другие площадки тоже. 20 швей здесь и еще 8 на дому. На фабрике готовы перейти на две смены, но людей не хватает. Еще одна обеспокоенность о поставках. Здесь надеются, что калининградское предприятие, у которого фабрика покупает ткань, получит бронь. И не придется экстренно искать нового партнера. Стараемся сделать именно так, чтобы наши военнослужащие и наши солдаты были защищены от простуд, морозов, холодов. Хотел бы в первую очередь искренне поблагодарить всех руководителей предприятий, каждого человека, который изготавливает продукцию для наших участников специальной военной операции. И видно, что люди делают это не для своей прибыли, не для своей выгоды. Они делают это искренне. И те счета, которые к нам заходят, они сформированы по минимальным ценам. И это означает для нас, что мы сможем поставить для наших бойцов еще больше продукции, различные теплые одежды, палаток и спальников. Чтобы до холодов отправить в зону проведения спецопераций как можно больше теплых вещей, сотрудницы фабрики даже берут шить на дом. К таким переработкам люди относятся с пониманием и просто делают все возможное, на что они сейчас способны. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. И к другим темам. Свыше 250 женщин края бесплатно прошли обследование груди на возможную онкологию. В минувшие выходные алтайский онкодиспансер «Надежда» провел масштабную профилактическую акцию. Ее приурочили к Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Подробнее в сюжете Валентина Аскеровой. В данном случае видим, что это изменение в пределах нормы, преобладает жировая ткань. 85 ультразвуковых исследований, 40 мамографий, 18 пункционных биопсий, сотни консультаций провели врачи онкодиспансера «Надежда» алтайским женщинам за эти выходные. Участницы прошли комплексную диагностику и получили рекомендации онкологов. Среди участников профилактической акции были и те, кто уже неоднократно обследовался. Десять лет назад я уже здесь тоже была по объявлению. И в этот раз случайно взглянула смартфон и сразу записалась. Значит, судьба. Это очень важное решение для каждого из нас. Тем более для меня, который уже 83 года. Но я еще хочу жить. Я три раза в неделю плаваю, хожу по многу. Но это не зависит. Надо проверить, конечно, более все подробно. По итогам акции врачи диагностировали 10 доброкачественных новообразований. У двух женщин подозревают злокачественные опухоли. Их обследование сейчас продолжается. Ежегодно выявляется более тысячи злокачественных новообразований молочной железы. В том году эта цифра была 1100. Но в среднем эта цифра всегда более тысячи. Эта патология занимает первое место в структуре заболеваний у женщин. Чтобы выявить опухоль на ранней стадии или диагностировать предраковое заболевание, каждая женщина, особенно после 40, должна раз в два года обследоваться на рак молочной железы. После 50 делать это ежегодно. Если это молодая женщина, она должна сходить в смотровой кабинет, где ее посмотрят, акушерочка посмотрит, посмотрят все молочные железы. Если женщина уже дошла до 40-летнего возраста, значит, будет рекомендоваться еще и маммографическое исследование раз в два года. Медики напоминают, обследоваться на рак молочной железы нужно не только в дни специальной акции, а регулярно. Особенно, если на то есть основания. Уплотнение в груди, выделение из молочной железы, боль, отек, покраснение, шелушение кожи в этой области. Изменение формы груди, появление асимметрии молочных желез, а также втягивание соска. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. В нескольких районах Алтайского края начали возводить врачебные амбулатории, на строительство которых понадобится всего пара месяцев. Выходит, за короткий период времени получится решить хотя бы часть проблем, которые копились в системе много лет. Так, например, люди банально не будут мерзнуть в очередях. Подробнее в сюжете. Старые добрые врачи одни и те же пациенты. Ламповая амбулатория в Тальменском районе, село Новоперунова. Умереть тут точно не дадут. В этих стенах организована первичная помощь и детям, и взрослым. Но морально устаревшая регистратура, коридоры, кабинеты уже слегка не соответствуют 2022 году. Смешает уже все в этой больнице. Ремонта давно не было. Там сидит очередь, здесь сидят все полно. Особенно в зимнее время, когда болезни начинаются. А ходить на процедуры после приема пациенты вообще вынуждены в другое здание. Но ходить осталось недолго. Скоро в Новоперуново появится врачебная амбулатория модульного типа. Это будет большое одноэтажное здание с новым оборудованием и разделенными потоками больных. На строительство выделено 39 миллионов рублей. Работы начались с сентября. Такой рывок, можно сказать, революционное изменение, улучшение материально-технической базы 100% и однозначно повлияет на качество оказания медицинской помощи. Когда тепло, светло достаточно, все соблюдены санитарные нормы и правила. Когда есть раздельные входы для детей, для взрослого населения. Такой же рывок в этом году сделают 9 районов и краевая столица. 10 амбулаторий и один центр общей врачебной практики появятся в этих районах до конца года. Общая стоимость объектов почти 394 миллиона рублей. На эти амбулатории претендуют населенные пункты, где износ зданий превышает 80%. В Новоперуново открытие медцентра сейчас ждут 2000 человек. А еще жители соседних сел, которые ездят сюда к стоматологу. Мы же выставляем и на сайте, и они приходят, спрашивают, когда и что, когда мы можем посетить это помещение. Поэтому мы ждем. И, конечно, открытие ждут сами медики. Не сюда будет сказано, челюсть-то отпадает. Получается так, ну потому что завидуешь сам себе, получается. Ну, потому что, с одной стороны, красиво. Ну, я еще представляю, как это будет сюда делано. Как это, она будет здорово выглядеть. Ну, вот, знаете, это как, ну, я не знаю, наверное, как алмаз, который будет вот в нашей деревне как огранен вот так стоять. Удивительно. Видите, кругом как-то серовато получается. А это, видите, какое яркое здание. Теперь будет единственная проблема. Врачи шутят, что в новом здании в 365 квадратных метров медики друг друга просто не найдут. Отметим, что просторную амбулаторию достроят уже до конца года. Всего за несколько месяцев. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. О персональной выставке пока лишь мечтает, но к ней готовится. Марина Анфилова, барнаульский мастер-кукольник, недавно привезла первое место из Новосибирска с кукольной выставки «Иные миры». В одной из номинаций победа досталась ее Алисе. Как родилась любовь к куклам и каким из них она отдает предпочтение – фарфоровым или ватным? Смотрите в нашем сюжете. Я люблю игрушки. Ну, как-то вот у меня вот с детства, наверное, не наигралось. Да, было мало игрушек в детстве. Наоборот, хотелось что-то сделать такое особенное. Свою первую игрушку Марина сделала, когда ей было пять из ниток. Долгое время мастерила именно таких кукол, как многие творческие люди, окончила Новоалтайское художественное училище, а затем посвятила куклам жизнь. В 2011-м начала участвовать в выставках, делала кукол из фарфора, а последние два года предпочитает в качестве материала для творчества вату. Училась в интернете. Вату еще нужно правильно положить. То есть, если ее положишь просто, то она вся замнется. Она будет такая вот после высыхания, вся скукожится. А если все правильно делать, то получается такой зефирный, воздушный малыш. Кукольные идеи часто рождаются по утрам. Марина вносит их в специальный блокнот, затем прорисовывает в натуральную величину, делает каркас и мордашку. Это тоже очень важный процесс. Спящие, радостные, грустные лица из гипса запекаются в почти обычной духовке. Туда же ставятся подсохнуть готовые изделия. Этого мальчика-зайчика будет использовать для мастер-класса в Новосибирске. А вообще кукла и дарит, и продает. Но с некоторыми не может расстаться, оставляет себе. К примеру, кукла в технике Тедди Долл. Такую работу Марина делала впервые. Ну или тыквенный дракончик, победитель интернет-конкурса «Дары природы». Тоже поселился в ее квартире. У него, как и у других кукол, своя придуманная история. Тут он живет именно на грядках, любит тыкву очень. Вот у него так вот он сидит, общается с бабочками, любит охотиться на бабочек. И вот эта тыковка, она с хвоста ее можно снять. Алиса – победительница конкурса в Новосибирске, пока гостит в другом городе. Но ее фото Марина нам с удовольствием показала. Как и фарфоровых кукол, на производство которых обычно уходят месяцы. Сейчас в планах – зефирные малыши к Новому году и куклы-реплики советских времен. В ноябре в музее «Город» планируется выставка, куда Марина будет делать новых героев из ваты. Я, наверное, сделаю какую-то коробочку с клоунами, которые делали раньше. И именно повторю технику, как раньше это наносилось. Но на самом деле, они, так как это поточные были, они такие, получается, очень простые, наивные, но в то же время, они такие, ну, дух того времени. В небольшой мастерской квартиры каждый уголок заполнен куклами или заготовками для них. Марина говорит, что проводит здесь почти все свое время. Сын вырос, муж все идеи и задумки поддерживает. Вся моя жизнь, все время, что я уделяю, я посвящаю творчеству. В планах Марины персональная выставка. К ней надо готовиться серьезно. Правда, когда она состоится, говорить не стала, боится сглазить. Чтобы выставка случилась, надо много работать. Но такая работа приносит мастерице исключительно удовольствие. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. От малого к старшему. Традиционный турнир по биатлону «Эстафета поколений» прошел в столице региона. Соревнования проходят исключительно в Барнауле на биатлонном комплексе уже 7 лет подряд. Как на этот раз отстрелялись и отбегали биатлонисты, расскажем сейчас. От Барнаула до Республики Алтай. Всего 5 регионов встретились на традиционной эстафете поколений. Ее отличительная черта от любых других соревнований. Участники их возраст от 10 до 70 лет. Гонка традиционно включает в себя несколько этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам. В 12 командах на старт вышли известные в прошлом и сильнейшие на сегодня биатлонисты Алтайского края. Я думаю, что стрелковая подготовка нужна. Больше, потому что дистанция очень короткая, а стрелять надо точно. Уникальность этого мероприятия в том, что оно имеет значение не только как спортивное мероприятие, но и более социальное, потому что это объединение поколений. Когда поколения вместе все, то наша страна непобедима. Победа, конечно же, в таком случае была далеко не главной для подавляющего большинства биатлонистов. Эти старты – возможность поделиться спортивными традициями с подрастающим поколением, проверить себя или же просто приобщиться к такой красивой истории преемственности. Каждый старт на вес золота, потому что именно с тем, чтобы быть в форме, надо больше выступать, соревноваться и отсюда как бы результат. Но я думаю, что даже если судить по сборной края, ребята все в порядке. В порядке была и конкуренция на эстафете поколений. Сборная Алтайского края с отрывом в 40 секунд забрала золотые медали. Бийская команда осталась серебром, а третье место заняли ребята из училища Олимпийского резерва. Традиционный турнир прошел при поддержке Барнаульского пивоваренного завода. Дмитрий Дроздов, Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. Каноистка Анастасия Лухнева вернулась в Бийск сразу с двумя медалями с всероссийских соревнований, которые прошли в Ростове-на-Доно. В копилке нашей спортсменки золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и бронза в каноэ-одиночке, рубеж в 200 метров. О новых целях и задачах юной спортсменки, а также в целом о развитии в Наукограде и гребле на байдарках и каноэ в следующем сюжете. Гребля на байдарках и каноэ начала возрождаться в Бийске в 2015 году. Тогда непростой путь начал сейчас уже главный тренер Алтайского края Александр Сухой. Затем волну подхватил Дмитрий Лухнев. В 2017 он переехал в Бийск из Московской области вместе с семьей. И вот уже на протяжении пяти лет воспитывает из бийских спортсменов чемпионов, которые достойно представляют наш регион. За пять лет воспитали мы двух мастеров спорта, трех призеров первенства России, призеров международных соревнований. Любая работа без цели, работа не в радость будет. У нас есть цель, конечно, как можно больше людей поставить в сборную России. В этом году тоже у нас девочка попала в юниорскую сборную Казанцева Аня. Мы будем дальше продолжать. Открытием для алтайской гребли стала Анастасия Лухнева. В этот вид спорта она попала случайно. Пришла посмотреть, как отец тренирует ребят, так и осталась. В любом случае это какой-то коннект с внешним миром, именно конкретно с природой. Что-то постоянно на свежем воздухе приятно. Летом вообще замечательно солнце, водичка. То есть приятное времяпрепровождение. Зимой, соответственно, это вообще многофункциональный вид спорта. Это и плавание, это и зал в тренажеры, это и в лыжи ты бегаешь. В общем, ты максимально на все заряженный, максимально ко всему готовый. Анастасии хватило четырех лет, чтобы выполнить норматив мастера спорта. Сейчас она уверенно выступает на уровне России и состоит в молодежной сборной. Это несмотря на то, что в спорт пришла поздно. Начала тренироваться лишь с 14 лет. Как рассказывает сама спортсменка, такого результата ей удалось достичь благодаря природной упертости. Она никогда не сдается и до победного готова работать над результатом. До сих пор на самом деле наши соперники ходят и говорят, что вот откуда вы появились, Алтайский край. То есть вас давно так не было, вас вообще же не существовало. В основном Питер, Москва, Тверь, то есть такие регионы, которые гребли развиты. А в Алтайском крае она же недавно появилась. И то есть недавно появилась и уже так успешно. Я вообще заряженная на следующий сезон. Это не конец, дальше больше. Это только было начало к моему какому-то успеху. Как и все спортсмены, Анастасия Лухнева мечтает об Олимпиаде. Причем не просто об участии, а о победе. Сейчас главная задача тренироваться и улучшать результат, чтобы в будущем попасть в основную сборную страны. Кристина Мельхова, Андрей Сигаев. День с толком. 23 октября в Барнауле пройдет благотворительный концерт в помощь мобилизованным жителям края и участникам спецоперации. Организатор мероприятия недавно созданное движение «Добрая воля-22». Его цель – поддержка мобилизованных мужчин края, облегчение их боевых будней. Только за последние две недели движением собрано 15 тонн гуманитарной помощи для парней в Омске и 4 тонны для тех, кто уже сейчас принимает участие в спецоперации. Концерт же с участием коллективов города пройдет в клубе «Фараон» в 15 часов 23 октября. Все собранные средства пойдут в группу неравнодушных добровольцев «Добрая воля-22». У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...